Детский хореографический искусство Вот скажите, такого уровня, такого масштаба фестивалей, насколько сложно организовывать у нас в области? Вы знаете, такого уровня, конечно, сложно, но вот я больше занимаюсь направлением бальных танцев И если мы, конечно, и проводили какие-то большие фестивали, именно вот наш коллектив, то мы проводили соревнования по спортивным бальным танцам Что хочу сказать, что практически каждый раз, когда мы встречаемся на заседаниях президиума Республиканской Федерации Танцевального Спорта Всегда звучит вопрос, когда же в Шимкенте будут проходить большие красивые мероприятия, соревнования для детей Но на сегодняшний день это провести нереально, почему? Потому что для проведения такого турнира масштабного необходимо профессиональное покрытие половой Необходим профессиональный паркет Два года назад мы просили у власти города приобрести, не для нас лично, не для нашего коллектива Приобретите, пожалуйста, для города этот паркет, пусть он хранится у вас на складе Мы несколько раз в год будем его брать и проводить красивые праздники Люди готовы к нам поехать У нас друзей очень много во всем Казахстане и за рубежом И люди ждут, когда приедем мы в Шимкент, этот красивый солнечный город Вы знаете, мы нашли все полностью контакты и данные Предоставили в управление культуры характеристики Что это должно быть? Мы нашли эту фирму, которая базируется в городе Киров на тот момент Когда прошел год, нам позвонили, сказали, все, паркет пришел Мы приехали, посмотрели, честно говоря, мы не поняли даже, что это такое Потому что это был не тот паркет, который мы все знаем в нашем понимании Это какие-то с глянцевым покрытием большие квадратные листы с какими-то замками На которых танцевать вообще невозможно Ну, вот так эта история и закончилась Что это привезли и называется ли это паркетом, я, честно говоря, не знаю Мы не стали искать правды Мы просто расстроились и поняли, что, наверное, все, как всегда, закончилось плохо То есть с того момента ситуация никак не изменилась? Нет, и мы не можем пригласить профессиональных танцоров к нам в город Показать свое искусство, потому что у нас просто не на чем Мы не можем их привезти на линолеум, да, нам как бы стыдно И люди не поедут, скажут, ребят, вы извините, но это непрофессионально Помимо того, что нет паркета, что еще не хватает коллективам? Ну, вы знаете, в основном-то коллективы очень многие работают как частные Возможно, внутри каждого клуба какие-то есть свои проблемы Ну, что хочу сказать, у нас замечательные занимаются дети Замечательные родители, которые вкладывают в своих детей Которые сами оплачивают все эти костюмы Костюмы и поездки, то есть наши дети регулярно выезжают, конечно И у меня есть ребята, которые ездят за рубеж Вот завтра они уезжают в Данию, они уезжают в Москва, Питер У них там целый рейд на полторы недели Но опять-таки это все благодаря родителям Вот, поэтому, знаете, что, ну как я вот вижу, конечно, если бы у нас в городе проводились какие-то мероприятия И вот выбирались действительно лучшие и достойные, которые могли бы представить наш город на каких-то других И именно власти города бы командировали этих детей Мне кажется, это было бы здорово Татьяна, вообще, насколько занятия танцами затратные? Ну, вы знаете, нет, я не скажу, что это очень затратно Просто есть, наверное, вот разные уровни того, что вы хотите То есть если это занятие для себя И в рамках города ребенок, чтобы выступал Это, конечно, небольшие суммы Это просто ежемесячная оплата тренировок И один-два раза это шитье костюма в год Но, во всяком случае, так у нас Мы стараемся это все делать по минимуму Чтобы это было не так накладно И все дети наши могли красивые, яркие В итоге на сценах города танцевать Вот, а есть, конечно, родители, которые хотят видеть своих детей Вот где-то дальше, да То есть это уже поездка, например Даже Алмата, Астана, Караганда Естественно, это все упирается в расходы на командировку Какие-то семинары То есть мы все-таки по возможности стараемся приглашать именно в наш клуб Профессиональных педагогов и танцоров То есть мы учимся постоянно, да То есть несколько раз в год к нам приезжают и с Москвы тренера И плотно мы с Алматы работаем И разные направления, и бальные танцы, и хип-хоп, и так далее Это уже дальше все зависит от желания родителей, от их возможностей Как развивается у нас в области искусства Именно в направлении бальные и спортивные танцы? Ну, на сегодняшний день Несколько коллективов в нашем городе Но смотрите как Значит, у нас есть федерация республиканская В которую входят федерации уже региональные И те спортсмены, которые хотят участвовать в официальных больших чемпионатах и так далее Они должны в этой федерации состоять Ну, так скажем, это тот процент, который, как вы говорите, затратное искусство Которые должны уже, конечно, выезжать куда-то, чтобы набирать определенные баллы и так далее У них есть прямо зачетные книжки, специальные документы Вот А такие спортсмены на сегодняшний день находятся, наверное, только вот в нашем клубе В 7-м континенте, да Которые официально представляют Шумкент на чемпионаты Казахстана Но в городе у нас порядка нескольких коллективов Которые занимаются вот на уровне любительском Где танцуют замечательно детки Все неплохо Ну, просто если, конечно, добиваться больших высот То это вот немножко все по-другому Я не скажу, что здесь массово и очень так активно развивается это искусство Нет То есть это определенная работа, очень серьезная Ну, просто не все, например, коллективы выбирают этот путь Кто-то, вот, например, научился Как это было, там, не знаю, 10 лет, может, назад И продолжают так же Ну, мы, например, выбрали для себя другой путь Мы решили, что мы хотим серьезных спортсменов Поэтому мы идем вот по своей тропинке Мы работаем, мы знакомимся Наши ребята выезжают на сборы в Москву К нам мы приглашаем педагогов с Нижнего Новгорода Ну, мы развиваемся вот так То есть каждый клуб выбирает просто свою линию Хорошо, Татьяна, скажите, а вот какими навыками должен обладать человек Который хочет заниматься танцами? Профессионально или любительски? Ну, вы знаете, что я вам скажу? Что на самом деле талант – это небольшой процент Вот небольшой процент нужен таланта А вот уже много лев проработал Мы понимаем, что это только упорство Только трудолюбие и только целеустремленность И мне кажется, что из любого ребенка можно сделать А вот мальчиков стоит ли отдавать на танцы? Потому что это такой спорный вопрос Обычно мамы за, папы против Вот вы как профессионал своего дела Да, вы знаете, вот у меня лично сын занимается Мы мальчиков, вот начиная Прямо вот как они к нам приходят с 5 лет Мы по-другому как мужчинами их в принципе не называем На тренировках обязательно каждое занятие Они делают безумное количество отжиманий Про физическую форму подростков и старших Это даже не обсуждается То есть начиная с 14 лет Вот у меня мальчики сейчас Они уже посещают спортзал И вот сейчас есть ребята, которые уже выросли Которые пришли там когда-то в 5 Сейчас в 21-22 Это просто красавцы парни Которые, не знаю, звезды дискотек Красивые внешние, красивые накаченные фигуры И еще они умеют двигаться Латиноамериканские танцы Я не знаю, все что угодно Вы знаете, все-таки мы требуем Что мальчики, вы не мальчики Вы должны быть мужчинами, начиная с 5 лет Вы должны быть очень мужественные Харизматичные Держать себя умеете Ну, не знаю, у меня прям Мальчишки у меня прям самые-самые Хорошо, вот до какого возраста можно и стоит вообще заниматься танцами? Как профессионально, так и любительски? Да, мне кажется, пока Пока вот есть желание, так и танцуют Вот у меня есть ученик Дмитрий Он на данный момент, ему в этом году исполняется уже 30 Он сейчас живет в Алмате и он еще танцует Но он профессионал своего дела? Замечательно Замечательно Расскажите один день из жизни танцора, действующего, профессионала своего дела, который занимает определенные места Хорошо, я вам расскажу Вот у нас есть пара, замечательная Арбузов Лев, Шалькова, Арина Очень известная пара Да, завтра у них билеты Значит, они летят у нас в Петербург на турнир Оттуда они прилетают в Москву на уроки с педагогом своим российским И потом они летят в Данию на конкурс Потом через Москву опять возвращаются сюда Ну вот как проходит день у этих ребят? Вот сейчас каникулы Помимо того, что у них ежедневные тренировки Которые включают в себя примерно полтора часа самостоятельных занятий Полтора часа индивидуальных с тренером И примерно два часа групповых занятий в день У них несколько раз в неделю дополнительные занятия по физподготовке Вот буквально вчера я захожу в зал И Арина сидит в раздевалке совсем поникшая Я говорю, Ариночка, у вас уже закончилась тренировка? Она говорит, нет, я только вот сейчас пришла Но я пришла с физподготовки и у меня совсем нет сил Сейчас я пять минут отдохну и пойду в зал Переобую свои туфельки с кроссовочек и пойду дальше в зал Ну это, конечно, тяжелый труд, но никто не отрицает Но просто уже когда такой уровень, по-другому нельзя Да, мне, например, как женщине жалко на них смотреть Вот с ними работает коллега мой, Андрей Югай Он как мужчина более, конечно, требовательный Иногда бывают такие моменты, что я прям выхожу из зала Потому что когда они обливаются потом и задыхаются от нагрузки От того, что они две минуты без остановки должны в полную силу станцевать Иногда мои нервы не выдерживают Ну а дать должное, конечно, ребята Ребята, конечно, выросли просто на глазах за последние вот эти годы Потому что родители молодцы, вы знаете, они вот, видимо, так любят танцы И вот решили воплотить свои какие-то мечты в ребятах И ребята сами целеустремленные И такие трудолюбивые, это просто фантастика Поэтому вот они и дают результат Они с Москвы, не знаю, без первых-вторых мест вообще не приезжают никогда Они несколько раз в год туда выезжают Так что все отлично, но это тяжелый труд Помимо того, что вы спортсменка, обаятельный человек Вы еще и человек с большим сердцем Вы непосредственно занимаетесь не только организацией праздников И тренируете, да, такие коллективы достаточно известные Не только в городе, но и во всем Казахстане и за его пределами Вы непосредственно принимаете участие в помощи девочке Виоле Балан Мы о ней не раз рассказывали И сейчас какие новости? Вот 27 октября к нам приезжала Тамара Дуйсенова Вы с ней поговорили Как-то изменилась сейчас ситуация? Что-то сдвинулось вообще с мертвой точки? Вы знаете, нет, я просто слышу, что как будто вроде там еще ситуация идет На стадии какого-то обсуждения Но у нас нет времени ждать Наверное, ну дай бог, если вдруг что-то и будет Конечно, это спасибо Но сейчас, нет, мы не надеемся уже ни на что Только на людей, благодаря которым уже собрана такая колоссальная сумма Буквально на днях уже начнутся переводы в счет операции И 17 ноября в Германию уже поставили дату заезда Виолы в больницу Поэтому нам остается практически совсем немножко И ну все, мы верим, у нас все получилось Спасибо всем-всем вам Спасибо всем, кто принимает участие Люди, которые звонят Приедьте, возьмите, передайте Прям, не знаю, каждый раз, конечно, слезы на глазах Какие у нас замечательные люди Если бы все работали, а не в Минздраве Татьяна, ну мы будем надеяться только на лучшее Все-таки вам удалось лично поговорить с Тамарой Дусиновой Возможно, ситуация изменится Возможно, да, потому что она человек, правда, мне она очень понравилась Она такая добрая Она как-то сразу, вот только я произнесла Виолу Она сразу отошла со мной поговорить Не знаю, правда понравилась При этом сборы средств не останавливаются Поэтому, дорогие телезрители, не забывайте посылать Да, каждая копейка сейчас на счету И каждая минута тоже на счету Да, причем, что осталось совсем немного Да, осталось немного Татьяна, огромное спасибо вам за то, что вы пришли к нам в гости У меня для вас небольшой презент на памяти нашей встречи Это газета Рабат Я вам ее вручу Спасибо вам И вот такие замечательные подарки от компании Визит Спасибо огромное Вам удачи, всего-всего самого наилучшего Спасибо Субтитры подогнал «Симон»